Чё-то влетел итальянец, даже не подумав, если будем честны. Чё там у нас в той же самой Польше? Нифига себе, работает, 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 это даже на видео попало, нифига себе. Группа энтузиастов создала модификацию на основе моей игры. Это новая модификация на искусственный интеллект, где переработано всё. Я поначалу даже не хотел снимать видеоролики, показывать вам, как это всё дело работает, но потом, когда я сам протестировал эту модификацию, я понял, что изменилось очень много. И я с уверенностью могу сказать, что эта модификация даже сейчас в альфа-тесте, который есть только у меня и ещё пару человек, является, наверное, одной из самых лучших модификаций с искусственным интеллектом, который я играл. Не буду ходить вперёд да около, я просто хочу вам показать именно в самой игре, что у нас будет происходить. Понаблюдаем за разными странами, за их развитием и так далее. Сейчас, на данный момент, в модификации проработаны 4 страны полностью. С нуля до конца. То есть эти 4 страны будут развиваться так, как будто я бы развивал эту страну. То есть пехотное вооружение, танчики, такие же шаблоны, как у меня. То же самое поведение, как у меня. И самое главное, я вам продемонстрирую, страны не будут упарываться. Вы можете себе это представить? Но это пока что сделано у 4 стран. И как вы думаете, что это за страны? Правильно, это Польша, Советский Союз. Причём Советский Союз немножко багованный, базированный, так скажем. То есть он там продолжает всё равно упарываться в некоторых местах, но в целом работает нормально. Франция и Эфиопия. Вот как раз на Эфиопию я и хочу посмотреть, что с ней будет происходить в начале нашей партии. Смотрите, Эфиопия создала какой-то свой план обороны. Смотрите, то есть она... Ну тут уже итальянские дивизии напали, они упарываются потихонечку на позиции эфиопов. Но смотрите, что делает Эфиопия в этом искусственном интеллекте. Она создала свою линию обороны, которая проходит от Хоррера до Адисабебы. Или Адисабебу... А Адисабебу не затрагивает. Ну ладно, ребят, спишем, что это альфа-тестирование, но всё равно они что-то вот планируют сделать. Они сделали такую линию обороны, что типа подобраться с севера к Адисабебе будет невозможно. А здесь они как бы прикрыли Адисабебу оселой. Посмотрим на какие-нибудь другие страны, например, Турция. Искусственный интеллект также был переработан для всех миноров. Тоже под мой стиль игры. Только видите, в чём проблема маленькая может быть? То, что это тоже может всё нелогично пока что работать. Смотрите, та же самая Турция. Вы, наверное, знаете, когда наблюдали за многими странами, что искусственный интеллект любит что делать? Просто раздавать дивизии налево и направо и не назначать генералов. В данном случае это всё дело пофиксилось. Вот тут я, правда, не понимаю, что происходит на Ближнем Востоке. Но всё равно, смотрите, то есть у нас искусственный интеллект раздаёт всем генералу. По крайней мере, пытается. Тут он какие-то приказы назначает, убирает. Но опять же, ребят, мод пока что в альфа-тестировании. Я вам просто показываю то, что у нас уже реализовано в этой модификации. Сейчас цены на дополнение по Хойке, да и на саму Хойку очень сильно подскочили. Да и в скором времени выходит новое дополнение по Hearts of Iron. Поэтому нужно уже подготавливаться. Например, я пополняю свой баланс Тима через Купикод, дабы иметь самую низкую комиссию и моментальное зачисление средств ко мне на счёт в Стиме. Пополнять свой баланс через Купикод очень легко, просто, быстро, дёшево и самое главное, безопасно. Пополнение нашего счёта происходит в три действия. Вводим свой логин, вводим промокод, который вы сейчас видите на экране. По этому промокоду комиссия на пополнение счёта с Тиме снижается на 2%. Действие промокода ограничено, поэтому пользоваться им нужно прямо сейчас. Дальше нам остаётся только применить наш промокод и нажать оплатить. Смотрите, сколько тут способов оплаты. Очень важно, ребят, отметить, что серверс не запрашивает параллель и другие данные от аккаунта, только логин, который нужно пополнить. Поэтому ваш аккаунт останется в безопасности. На этот счёт можете не волноваться. На сайте также можно авторизоваться с помощью Телеграма или ВК и получить 50 бонусных рублей. А для зарегистрированных пользователей действует постоянный кэшбэк на каждое пополнение аккаунта. Кроме российских аккаунтов в Стиме, можно пополнять также казахские. Всё это делается также очень просто, благодаря удобному калькулятору, который считает за вас денежки по актуальному курсу. Исходя из этих сведений, обязательно попробуйте пополнить свой баланс Тима через этот замечательный сервис. А по моему промокоду, который вы также видите на экране, пополнить свой баланс Тима можно с дополнительной выгодой. Пользуйся, а то промокодик ограничен. Ссылка в описании и в закреплённом комментарии. Одна из особенностей модификации, это то, что я попросил добавить людей в модификацию, это то, что у нас, так, ну это не исторический фокус просто, это то, что у нас могут объявляться войны налево и направо. То есть, допустим, такая вот тема. Ты сидишь-сидишься спокойно за какую-нибудь Югославию, там наращиваешь армию, строишь свою промышленность, всё такое делаешь прикольненько, и потом на тебя вдруг влетает Венгрия фашистская, которую поддерживает Третий Рейх, начинает оправдывать против тебя цель войны. Хотя, повторюсь, типа никаких национальных фокусов, ничего такого у них нет. Как вы понимаете, это тоже дело было проработано. То есть, теперь яишка будет активнее задействовать шпионов, разведданные и собирать разведданные на своих соседей. То есть, если Венгрия почувствует, что Югославия сейчас слаба как никогда, то есть она погнала её по военным заводам, по армии в несколько раз, то она начнёт оправдывать цель войны против Югославии. Для фашистов этот фактор, он выкручен практически на максималку. Для всяких коммунистических стран это на 50% выкручено. Посмотрим, как у нас сражается с вами иишка, которая сидит на Третьем Рейхе. Иишка сейчас у нас с вами обороняется. Я вот сколько раз делал эксперименты, Третий Рейх постоянно упарывается. То есть, смотрите, сейчас он пытается держать оборону по всему фронту. У него это не получается. Когда он потеряет примерно 50% капитуляции, он попробует создать укрепрайон. Мы посмотрим, что за укрепрайон у него получится. То можно смело сказать, что мод играбелен даже на альфа-тестировании. А он сделает этот укрепрайон. Зайдем в производство с вами, глянем, что по производству. Вот даже взгляните на производство. Разве бот назначает такое производство? Я ожидал увидеть, что здесь будет всякая авиация, танки там, не знаю, ПВО, не ПВО, моторизованная пехота и прочая фигня. Сейчас он назначил себе чисто артиллерию и чисто пехотное вооружение. Потому что ему и то, и то нужно. Посмотрим, как там воюет наша Германская империя. Посмотрите на Германскую империю. Очень качественно назначены генералы. 20 здесь, 20 здесь. Причем назначили самых хороших генералов, самых лучших. Так, ну смотрите, Германская империя здесь делает успехи. Она даже забирает позиции Третьего рейха. То есть загоняет в котел эти дивизии. Да, Третьему рейху что-то фиговенько, фиговенько, фиговенько становится. Ну давайте посмотрим, что там Третья рейха вообще делает. Какой-то он тоже линию обороны себе вот здесь нарисовал. Видите? Она то появляется, то исчезает. Вот она, эта линия обороны. Ну короче, проиграл тут Третья рейх, но что-то он пытался сделать. Вроде как Берлин даже пытался укрепить, но не вышло, не фартануло. Ладно. Эфиопия, кстати, тоже проиграла. Ближе к 1938 году посмотрим, как у нас обстоит дела с производством в некоторых странах. И посмотрим шаблоны разных с вами подразделений. Шаблоны я сказал использовать в моей из роликов. Я там накидал парочку шаблонов. Хотя бы по этим шаблонам будет труднее воевать с ботом. Вот мне больше всего интересует Польша. Развитие Польши смотрите как сделано. То есть по производству смотрим. Ну, в принципе, все то, что у меня было, например, в моем прохождении за Польшу. Когда я играл за конников. У меня точно такое же производство было настроено. И точно так же по такому же пути я пошел. Только я там привел к себе ко власти не Фридриха Кристина, короля казака. Но не в этом суть. Французич, 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 французич. Что я хочу сказать. Мне ребята писали, что у Франции какой-то триггер стоит на то, что она прямо очень много своих войск держит на африканских колониях. Они сказали, что пробовали это убрать. Типа поставить приоритет больше на европейской части, чем на Африке. То есть чтобы у нас не было вот этой херни, как вы сейчас видите. Но это пока что все очень криво работает. И вроде дивизий теперь в Африке стало меньше, но они все-таки остались. Давайте посмотрим на производство Франции. Потому что здесь есть танчики. И у меня что-то такое мнение, что они танки производят. Но пытаются производить по крайней мере танки. Они пытаются везде. Все, успейте, пехотное вооружение и танковое производство и так далее. Я так честно за Францию не играю. Если я не могу танки производить, то я их убираю. Но бот решил именно так поступить. Поэтому не будем ему мешать в этом. Еще один фактор. Смотрите, почему бот, например, не перестраивает. Производство на более выгодное для своих дивизий. Это, во-первых, он не находится в войне. Если бы он находился в войне и ему бы не хватало, например, пехотного вооружения, то, например, с Третьим Рейхом все бы пошло пехотное вооружение и артиллерию. Ту же самую, допустим. Сейчас он двигается планомерно и развивает свою страну из-за того, что у него здесь эффективность производства на максималочке стоит. И он не хочет терять эту эффективность производства. Потому что эффективность производства роляет производстве нехерово, так я вам скажу. Великий Советский Союз. Давайте посмотрим на моста Донта всей Европы и Азии. Страна, которая разваливает кабины всем подряд. Ребята писали, что переработали немножечко систему снабжения искусственного интеллекта в Советском Союзе. Чтобы не происходило такой темы, типа, за Третий Рейх вы нападаете на Советский Союз, и дивизии Советского Союза начинают истощаться. Потому что у них какая-то фигня происходит по снабжению. Такого больше не будет. Вот о чем я вам, ребята, хотел сказать. Посмотрите на производство Советского Союза в данном случае. Это производство я бы сам себе поставил. То есть у нас, смотрите, несколько штурмовичков, несколько истребителей, грузовички, танчики БТ-7, артиллерия, 5 военных заводов примерно, я всегда 5 военных заводов играю, и дополнительное оснащение 5 военных заводов. Ну-ка, Эстония, давай-ка посмотрим. Вот, наглядный пример вам, ребят. Никто никого не упарывает, никто никого не атакует. То есть, что та Эстония не хочет этого делать, потому что потеряет своих бойцов, то фашистская Эстония не хочет этого делать, потому что потеряет своих бойцов. А тот, кто первый потеряет своих бойцов, то и проиграет. Поэтому они все укрепились и будут просто воевать на истощение, как мы с вами любим. Литва аннексирована, все, война в Литве завершилась, а вот наши эстонцы никак-никак не хотят сами двигаться. Потому что, как мы видим, во, да, эстонцы поднакопили немножко военного себе оснащения в запасе, У них и люди есть в запасе, и пошли упарываться Что мы видим? Фашистская Эстония в моих лучших традициях держит свою оборону А вот этого я никак не ожидал, я буквально на минуточку отвлекся Посмотреть, что там в Испании происходит, и вот такая вот тема произошла Надо почаще заглядывать сюда Самое интересное у нас сейчас действие происходит в Эстонии, кто бы мог подумать Так, Испанская гражданская война, давайте все-таки отвлечемся на испанца Смотрите, у нас даже и начали по-другому вестись гражданские войны в Испании То есть нету таких огромных упористых атамер со стороны франкистов Франкисты стоят в обороне, они не упарываются Они пытаются укрепиться, потому что заведомо слабее республиканцев И так это работает во всем моде Единственное, что страны не сильно хотят делать всякие укрепрайоны на своих столицах И сидеть там до последнего Но это нужно прорабатывать каждой стране такой определенный порядок действий Потому что надо каждой стране писать, где она должна обороняться В случае какого-то там лимита капитуляции и так далее Так что это только проделано у самых таких интересных стран Давайте посмотрим на итальянское производство Что-то мне очень интересно взглянуть Ну, в принципе, ничего удивительного, ребят Время идет И смотрите, что самое интересное Италия не производит ненужное ей снаряжение, которое она не может потянуть Так, ребят, самое интересное, это теперь шаблончики Конечно же, наши любимые шаблончики Какой шаблончик, как вы думаете, создала Италия? Смотрите, артиллерия, саперочка и просто 18 ширины фронта Это моя любимая ширина фронта Я ей очень сильно обожаю играть Базовый шаблончик, которым я тоже не брезгую поиграть в своих каточках Типа против пехоты вообще самое то Вот такие вот, ребят, у нас с вами идилечки сейчас происходят Там в Эстонии опять активизация пошла И на этот раз Эстонию дают опять Фашистскую Эстонию дают Ну, видите, тут Эстония фашистская совершила маленький фейлик, наверное, я так скажу Потому что она каким-то образом отвоевала себе одну провку у обычной Эстонии И сейчас из-за этого может поплатиться А, я понял, какая прорвала из фашистской Эстонии провинцию противник Потому что, наверное, эстонское подразделение одно настолько сильно убило, что там прорвать было легче простого Италия объявляет войну государству Югославии 4 сентября 1937 года, чего? То есть они даже еще не дошли до Югославии и уже напали на Югославию Это то, что я вам говорил, ребят Искусственный интеллект будет стараться так делать Будет стараться такую тему проворачивать Обычно Советский Союз Королевства Польши войну объявил Потому что бот обычно, ну, как вы сами понимаете, проигрывает зачастую Но если этот бот сможет выжить, ему будет огромный респект Вернемся сюда буквально через год, когда посмотрим, что там происходит с Польшей Искусственный интеллект у Советского Союза был улучшен Улучшен вообще несколько раз И мне говорили, что там теперь против Советского Союза сражаться в несколько раз труднее Он атакует с нескольких направлений сразу Он там продумывает тактику, стратегию Разрекламировали мне так, будто это самый лучший искусственный интеллект теперь вообще в этой игре Что ему нет равной Давайте посмотрим, так это или нет Ну, может, Польша слабая, хотя бы я не сказал Вот, типа, да я бы не сказал, что Польша слабая Они сейчас, они сейчас Минск возьмут А не полякам Минска дали им в самом начале войны Ну, короче, посмотрим, когда уже будут первые потери, наверное Когда они до Варшавы дойдут И самое интересное, посмотрим, как мирная конференция будет распределена Тит-тиру, тит-ти-тиру, тит-тиру Смотрите, итальянец создал себе прямо на наших глазах Новый театр боевых действий За всю войну чешская Антанта потеряла 650 тысяч бойцов Чешская Антанта чувствует свое превосходство И она упарывается на позиции итальянцев А итальянцы просто стоят в обороне Терпят это все, как могут Трудно ему, конечно, это дается теперь И потери возросли Хотя потери так же растут и у чешской Антанты Че-то улетел итальянец даже не подумав Если будем честны Че там у нас в той же самой Польше Так, так, ребята, я не управляю этой страной, это все само, так, нифига себе, работает, 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 это даже на видео попало, нифига себе, ну вот, ребят, ну, в принципе, вот так это дело работает, ой, что-то он переназначил приказы, а, наверное, потому что это, как его, подошли, нифига он пошел в атаку, вы посмотрите, что творит дядя. Нихрена он пошел в атаку, братан, ты че творишь? Ё-моё, слушайте, а че, это, это котел создали, смотрите, они котел из шести советских дивизий создали, вы этого не увидите ни в Эксперт АИ, ни в любых других модификациях на искусственный интеллект, ребята, которые делают мод, которые смотрят сейчас этот ролик, вы просто красавцы. Правда, я делаю укрепрайон вокруг Варшавы, но вы решили сделать так, чтобы они стали по речке? Мне ребята писали, что, типа, если война будет проигрышной, страны, которые проработаны, будут делать укрепрайоны. То есть, например, Польша сделала укрепрайон от Советского Союза, стала по реке возле Варшавы, возле Кракова, подождала, пока Советский Союз потеряет очень много бойцов своих и пошла в контрнаступление. Чисто, знаете, я теперь могу ролики не снимать, что я теперь буду делать? Включаю эту модификацию, сажусь на обсервера, просто комментирую, что делает бот, и потом такой, когда бот доходит до Москвы, я такой, победа! Восстание в Советском Союзе произошло, нифига себе! Опять же, ребят, когда мод выйдет в релиз, нифига тут дивизии советские в котле касались, ну не в котле, а в каком-то таком пассивном окружении из-за гражданской войны. Советский Союз присоединился к Тувинскому блоку, ёпарный театр, офигеть! Ну, короче, вот такие вот у нас, ребят, решафлы пошли по Польше, то есть Польша победила в этой войне, развалила Советский Союз изнутри, нифига себе, красавцы! Не, ну поляки хороши, блин, вот это контентище, вот это контентище было сейчас заведено, ай, хороша, ай, хороша, мне прям нравится! Так, ребят, ну что же, буду потихонечку заканчивать наш ролик, я думаю, самое интересное вам показало, что здесь происходит, там поляки до сих пор развивают свое наступление. Пожалуйста, поставьте лайк, напишите комментарии, как вам данный видеоролик, как вам данная модификация. Называется будет модификация AI by Iskall. Я думаю, она будет иметь просто грандиозный успех, мы еще с вами обязаны ее будем разрекламировать будущим как нечто невообразимое, потому что, сами видите, модификация хороша. Что производство правильно настраивает, что шаблоны правильно делает, это все очень-очень хорошо. Сводство этой страны, что у нас тут, нифига себе. Ну, опять же, ребят, что и требовалось доказать, только 72 винтовки, это, наверное, сильно, вам не кажется. Ну ладно, это опять же всякие такие мелкие баги, но в целом неплохо, в целом неплохо. Так, Германия, как там у нас Германия демократическая поживает, что у нее по военным заводам? А давайте посмотрим, что она производит. Базированное производство, просто базированное производство. Такие вот, друзьяшки, делишки. На связи был Искар, спасибо большое за просмотр, модификация в открытом доступе нету, получить ее могут только ютубера. Так что, если ты являешься ютубером по хойке, то напиши мне в ВК, может, я тебе дам эту модификацию, не раздаем налево и направо. Над этой модификацией предстоит очень большая работа, мы планируем добавить сюда иконку настроек, чтобы можно было в любой момент настраивать модификацию. Такие вот дела. Чехословакия, кстати, марионетку себе в Италии сделала. Всем удачи, ребят, и до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok